Спасибо, мы в прошлом году брали. Слава Богу. А как же? Слава Богу. Читали. Спасибо, в прошлом году вы нам давали. Это Никита там с Игорем без Евангелия почему-то. Почему Никита? Евангелие в каждый дом. Бесплатно. Бесплатно? Да. По благословению, по тряпке. Вдруг, через часы. Евангелие. Да, по благословению. По благословению, по тряпке. Игорь Васильевич. Да. Вперед. Да вы что? Это слово Божье. Вы кладкинцем на крючок. Здравствуйте. Я вас знаю. А как вы возьмите, помогите нам раздавать. Давайте у вас не вижу какого-то. Здравствуйте. Мы раздадим, конечно. Владимир, здравствуйте. Мир вам. Вы юбки наши еще не снимаете, мы еще не шили. Но у нас еще не пальтишки. Вова, не снимай. Я ничего не снимаю. Всего-то мне. Нет, снимай, снимай. Мы не боимся камеры. Ну холодно. А вы не бойтесь. Мы не боимся камеры. Мы раздадим. Мы благодейцы. Спасибо. Просто холодно сегодня. Одевались как можно теплее. Конечно, мы тоже здесь одели. А где Никита? Где еще? Вон там они в начале. Да, мы можем. Мы все с Богом. С Богом. Стоитные отцы, братцы, учебцы. Мы собрались сегодня на реке Азии для того, чтобы по древнему обычаю посетить источники вод. Именно естественными выражениями, такие как реки, озера, источники. Потому что Христос тоже крестился не в храме, а на реке Иордании. И мы с вами сегодня пришли, вспоминая это событие, и благочестиво, благоговенно, воспоминая его, благодарим нашему Спасителя. Вот Евангелие. Я серьезно отвечаю. Это самое для вас. Это самое для вас. Оно, понимаете, большой. Видите? Миши, шриф большой. Все понятно. Когда люди боятся, начинают открывать старый маленький шриф, испугаются. Считать невозможно. Бесценное Евангелие. Я думаю, что он пришел с тем, что начнется... Ну мне одну, дайте вот эту. Ну, и вот эту. Возьми, повалите мне. Есть мать. А еще можно одну? Это в основу пожилым надо предлагать. А мать и жена есть у вас? Дочка. Нет, я с мамой. Отдайте матери от меня вашу. Она о Бога. Возьмите от меня, пожалуйста. Да не будем. Возьмите, не пожалеете. Ради Христа возьмите. Не надо. Куда я пихать буду. Куда я пихать буду. Сердце. Сердце. Сил, воды сию. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пристал, и во веки веков. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пристал, и во веки веков. Д flashback. Сил, воды с пятью Siri, не я веков. Эта веков. Ныне и пристал, и во cash aufh Rodrigo, не пристал, и во веки веков. Всегда, не пристал, и во веки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ивангелие возьмите бесплатно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Аминь Дима Тorzok 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 Возьмите Новый Завет. Бесплатно. Новый Завет возьмите бесплатно. Слава Иисуса Христа вечной жизни. Подождите, 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 немножечко. Вот, вот он вам где. Прошу вас. Новый Завет. Слова Иисуса Христа вечной жизни. Возьмите, почитайте. Не, ну это не Новый Завет, подождите, вот. Прошу вас. Вот Новый Завет. И в молитве царя Давида здесь. Псалтыр называется. Пожалуйста. Это приглашение на занятия. Спасибо. Приходите. Пожалуйста. Да, я вам дам. Это Новый Завет. Это книга книг называется. Библия. Держи. Только, это, скажи, что родителям своим, чтобы не выбрасывали ее. Понятно? Я вручаю. Да, конечно, конечно. Прошу, приглашаю на наши занятия по скайпу. Вот здесь написано как раз. Это вот Новый Завет и молитвы царя Давида. Солны. Самые распространенные в мире. Бесплатно Новый Завет. Слова Иисуса Христа вечной жизни. Пожалуйста. Это приглашение на наш сайт. Заходите, вот здесь занятия, видите, написано. Спасибо. Изучение Слова Божьего. Слава Христу. Бесплатно Новый Завет. Купер, она там внизу, на самой реке. Пожалуйста. Веруйте в Иисусе. Спасибо. Бесплатно, ребята. Слова Иисуса Христа вечной жизни. Вон сзади. Слова Иисуса Христа вечной жизни. Телефон позвонить, я вам адрес скажу, если поблаговолите. Пожалуйста. Можно. Приходите. Очень душеполезные занятия. Бесплатно. Слава Божьей. Это Новый Завет и пылки карманные. Можно с собой в дорогу брать. А это наш сайт в интернете. Кистине1народ.ру Здесь наши телефоны. Мой скайп. Мы занятия ведем по изучению Библии. Приглашаем всех. Звоните. Вот мой. Приглашайтесь. Выднее напрашивайте. Я в адрес скажу. Проходите. Можно дома. Прям в интернете. Из-за моря освободил и отработал хараоли Моисеем род еврейский. Ибо если Бог наш продразивый камень пустений потоки потекоши и потокся наводнишися. И даже если люди поймут поездки. Идет. Из-за моря освободил и отладил ее 있어요. Идет. 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 Но это это еще не теряю. Идет. Это еще не теряю. Идет. 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 Ну, то есть вы теперь начинаете немножко, мозг работает у вас, да, а здесь это как героический поступк, окунание, у нас в России, только климатические условия, больше ничего нету, просто воду осветили, и теперь вода, вот эта вода, может помогать человеку, у которого нету, у которого слабая вера, чтобы уверовать в Иисуса Христа, ну, как бы она чудесная. Писать делает, творит, когда у тебя не хватает веры, вот у меня, допустим, веры, за глаза, мне не надо нигде купаться, мне не надо ничего глотать, пить, я верую в Иисуса Христа, я верую, и все, что вот тут написано, я исполняю все завтраки, и мне для этого купаться не надо, если вы будете так же делать, вам не надо купаться. Это купание, это вот непонятно откуда, что пришло, но у нас в стране, оно, это великое, если минут 25, ты окунулся, вроде столько подвиг сделал, значит, что-то должно быть, а что должно быть? Священники все в один голос кричат, это не омытие грехов, это не омытие грехов, мы вот идем, допустим, по строю этих людей, спрашиваем, вы для чего здесь купаетесь? Все, для здоровья, а кто-то, батюшка сказал, я говорю, а где, в каком храме батюшка сказал, что это омытие грехов? Молчат, почему? Да потому что священники не говорят, что это омытие грехов, но им же надо как-то поддерживать эту кутею, поэтому они вот это все развивают, раздувают, а Евангелие нигде не читается, где мы увидели, что священник стоял, открыл, вот так вот, и начал читать глава 8 кремлянная, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, понятно что ли? Уже непонятно, уже вопросы, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал сына своего, подобию плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоте, вот что главное нужно, осудить в себе грех, найти себе грешника этого, как я нашел когда-то, это был очень тяжелый, ну там меня литература классическая поправляла, я при социализме рожденный, тогда Библия была в запрете, и исподовали, исподовали, я подошел к тому, что я грешник оказывается, я неправильно живу, не просто неправильно, я живу на смерть, но никак не на жизнь, а все во мне говорит, ну я хочу жить, Лев Толстой вообще сказал, что Господь для меня одного уготовил такое место, что я никогда не умру, но помер, наступило там 82 год его жизни, и взял и помер, всего-навсего 82, а Адам прожил 935 лет, и тоже умер, все умирают, но Адам оказался в раю, а Лев Толстой в аду, не принял до конца слов Христова, немножко понятнее становится уже, А священники, вот священники, они вот такие стоят, вроде бы поют, все, но однако тяги к народе, к священникам, что-то я не вижу сильно, Есть такой фильм, очень интересный, ну может быть смотрели, Макгей там, там играет этот, Том Круз, и он этого, защищен, это, у него остается один только человек, который он пробегает, И вот когда все это случилось, а другой его, это его коллега, у того много этих игроков, он миллиардер, ну и один из них стоит и говорит, а что у нас не такие нежные отношения, а те обнимаются там друг с другом, ну потому что за него бился, он знал, он ничего не сделает, у него ничего не будет, Ну это по плоти будем говорить, а теперь на духовное переносите, все это, на духовное перенести надо, вот если вы не будете забиться, вот за слова Иисуса Христа до конца, вот тот друг ваш, он только вас спасет, а все остальные там машины, телевизоры, квартиры, женщины, вкусное питание, одежда, оно ничего вам не даст, Только Иисус Христос, который все расписал вот в этой книге, и вот тут, вот тут не написано, что вам нужно идти купаться сейчас, чтобы, чтобы что-то было вам полезное, вам нужно понять, что есть какие-то атрибутики в церкви, Ну вот, что вы там хотите делать, я не знаю, но вы заведете, могу только одно посоветовать, читайте, об Иисусе Христе, да, вот придите, вот это вот прям, прочитайте лучше, чем тратить время, настояние какое-то, а в любой день вы облейтесь водой, поймете, что такое, ну и все, обливайтесь, дальше, ну, охота вам где-то искупаться, ну и искупайтесь, только не, только не во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа вы в купель и крещение окунитесь, чтобы священник вас троекратным погружением в воду окунул, и вы стали истинным христианином, полностью, а где это? Так, это сайт, это сайт, возьмите, это Крестово-Дыжинская. Новый Завет бесплатно, салтырью, салтырью, что секта, вы обидеть меня хотите, что ли? Нет, просто можно не салтырью, вы так спокойно слово секта произносите, а в церкви, так а тут бесплатно, а в церкви за деньги, и непонятно, что еще. А вот, секта, так, слушай, ну я вот так вот не могу идти, вот сейчас, так, пусть я, видим, не было.